Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию, по вашей просьбе, еще один вариант зимней микромушки, которая хорошо работает, тоже практически круглый год. Я крючок взял 18 номер, нимфовый. Одел шарик, который приблизительно до 2 мм. И из остатков пера подберем сейчас для хвостика бородки. Небольшое количество, ровно. Вот такой пучочек нам будет достаточно. Подровняем наши перышки. Длина нашего хвостика должна равняться длине тела. Перехватываем, подводим к загибу нить. И притяжной петлей наживили. Вот приблизительно столько будет достаточно. Отрезаем сразу материалы так, чтобы они не доходили до шарика. Приблизительно так. Сегментировать тело я буду все тем же новогодним люрексом или же проволокой. Любые материалы, которые имеются у вас в наличии. Тело мы будем изготавливать с вами. Из пера, которая обычно остается, когда есть мечевидные перья, вот такие по бокам. Я отрежу себе кусочек, который мне необходим. И выберите для себя сами, какой, допустим, стороной вы будете мотать. Так, чтобы у вас было тело. И по всей длине я закрепляю наши материалы. Двигаюсь к нашему шарику. Не доходим немножко до шарика, останавливаемся. Совсем немножко капельку нанесем нашего клея на цевьё, так как что-либо сегментировать более плотным мы не можем, так как у нас и так достаточно мелкая мушка. Возьмем перодержатель, учитывая длину нашего перышка. И изготовим тело. Закрепили остатки пера. И теперь нам необходимо нашим люрексом в обратном направлении промотать наше тело. Также немного не доходим до нашего шарика, так как нам здесь еще необходимо крепить перо. Удаляем остатки, нанесем капельку клея. Для опушки я подготовил перо из шеи курицы. Вот такое, крашеное. Удаляем пуховую часть, подрезаем. И закрепим его приблизительно пару миллиметров, не доходя до колечка. И также нам необходимо выполнить обмотку. берем наш перодержатель и буквально совсем-совсем немножко обозначим только лишь опушку. Поправляя бородки. Вот два оборота нам будет вполне достаточно. И закрепим теперь наше перо. В качестве украшающего элемента я буду использовать промажем немножко клеем, уведем бородки и еще здесь промотаем. вот так. В качестве украшающего элемента я буду использовать вот немножко такие бракованные перышки джунглевого петушка. Для этого они расколотые. Вроде бы не годятся для выполнения других работ. Необходимо его покрывать лаком. Поэтому я иногда нахожу применение нашим вот таким мушкам. Я беру перо, укладываю его сверху и рукой стараюсь разделить и так немножко наше уже разломанное перо. Следим за тем, чтобы никуда ни влево, ни вправо, а строго сверху находилось наше перо. Подхватили. Вот у нас с вами должна выйти вот такая конструкция. Еще раз подправили, подровняли. Переламываю немножечко перо для крепления и удаляю остатки. Так как нам было необходимо закрепить часть элементов, у нас образовалась своеобразная такая не совсем приятная шея. мы ее сейчас с вами уберем. Я беру совсем немножечко вот такого даббинга. Если у вас нет, можно использовать нормальное перо павлина. И совсем-совсем немножечко смотрим за тем, чтобы не было у нас нагромождения материалов. Закрепим наш, убираем остатки. Я наношу совсем немножечко капельку клея на нить и выполняю здесь завершающий узел. Добавляем Как вы видите, наша мушка имеет все привлекающие элементы для нашей рыбы. Огрузка шариком, лапки имитирующие, хвостик и крылышки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.